Всем привет, это Лиза и вот здесь у меня тусуется Арчик. И сегодня мы поговорим о такой важной теме, как выбрать себе собаку. Это видео будет состоять из трех частей. Первая, сегодняшняя часть, как выбрать конкретную породу. И следующая, вторая, третья часть, как выбрать заводчика и как выбрать конкретного щенка. Поэтому сразу подписывайтесь, ставьте лайк, чтобы не пропустить следующие части. Вообще у нас при выборе собаки есть таких два основных подхода. Первый это эмоциональный. Когда мы увидели собаку, увидели щеночка и такие, ааа, все, хочу, не могу, хочу собаку. Либо просто, если мы там 10 лет живем, просто с мыслью, что мы хотим собаку, боже, это будет лучшее решение на свете. Но при этом мы никак не анализируем все, что будет происходить в жизни с собакой. И второй вариант, рациональный, о чем мы сегодня поговорим, это когда мы пережили вот эту окситоциновую бурю мимимишности. И с холодной головой уже принимаем осознанное решение завести собаку и рассматриваем абсолютно все варианты. И на самом деле это правильный выбор, потому что собака это не минутное удовольствие, а это тот выбор, с которым нам нужно будет жить в ближайшие 10-15 лет. И в целом я бы советовала взвешивать все так, как бы вы взвешивали при появлении ребенка в вашей семье. Потому что на самом деле собака это такой же пушистый, мохнатый, ушастый ребенок. Итак, о чем нам важно подумать, когда мы выбираем какую-то конкретную породу? Первое, это то, будет это собака какой-то конкретной породы, либо это будет метис, либо собака вообще без породы. И здесь хочу сразу развеять миф, что собака там метис или вообще без породы дворняшка будет обходиться вам намного дешевле, с ней будет намного проще и так далее. Нет, это такая же абсолютно собака, она требует такого же хорошего ухода. О ней также нужно заботиться, ей нужно покупать хороший корм, водить ее регулярно к врачу и все такое. Если вы уже плюс-минус определились с какой-то породой, которая вам нравится как минимум внешне, стоит узнать о ней поподробнее. Как мы можем это сделать? Первое, да, читать в интернете, смотреть всякие видео. Но опять же, хочу вас предостереть, что очень-очень много неправдоподобной устарелой информации со всякими разными мифами. Допустим, вот о биглях пишут, что они все крошат абсолютно квартиру, абсолютно непослушные, не подаются дрессировке и в общем всякие бла-бла-бла. Но на самом деле это естественно не так. Короче, вы всю правду о бигле можете посмотреть в нашем видео, я его совсем недавно снимала. Также стоит поспрашивать у владельцев собак таких пород, как бы они описали свою собаку, да, можете задать какие-то вопросы, которые вас интересуют. Только здесь опять же будьте аккуратны, потому что это мнение очень субъективное и то, что человек скажет о своей собаке, о конкретной породе, во многом может говорить больше о человеке, чем о собаке. Можно также вступить во всякие породные чатики, породные паблики, мне кажется, есть такие абсолютно на любую породу. Можете вбивать в инстаграме хэштеги и искать профили людей, у которых есть такая собака, опять же, также им можете задавать вопросы. Или просто наблюдать за жизнью людей с этими собаками, с этой породой. Есть совсем новое исследование, что предсказать какое-то поведение собаки по породе мы можем всего лишь на 9%. Это вообще просто какой-то мизерный процент, поэтому понимайте, пожалуйста, что если вы увидели описание, что собака там такая-такая-такая конкретной породы, это вообще не гарантирует того, что вы купите себе там бигли, и он будет абсолютно подходить под все эти характеристики. Что действительно важно рассматривать в какой-то конкретной породе? Первое, это размер. Вы должны четко определить, к размеру какой собаки в своей семье вы готовы. Маленькая, средняя, большая или гигантская. Я вот, допустим, на своей жизни поняла, что мне для комфортного существования, для моей такой обычной жизни, комфортнее была бы собака немножко меньшего размера, чем марчик. Вы также рассматривайте, пожалуйста, свою жизнь на предмет путешествий. Если вы собираетесь куда-то ехать с собакой, с маленькой собакой, это, во-первых, более реально, проще. С большими и гигантскими собаками это, в принципе, отчасти даже нереально, потому что во многие места они пустят с большой собакой. К сожалению, это наша жизнь. Надеюсь, в скором времени мир будет абсолютно pet-friendly, но пока что так. Также, что касается размера, вы должны рассчитывать свою физическую силу. Если собака, допустим, будет тянуть, одно дело удержать 10 килограмм, другое дело удержать 30, 40, 50 килограмм. И также, если нужно будет где-то собаку взять на руки, либо придержать, вы должны как минимум быть в состоянии это сделать. Следующий момент это уход и тип шерсти. Есть собаки, которым нужен регулярный груминг, их нужно постоянно вычесывать, чтобы у них, допустим, не было колтунов. И вы должны здесь немножечко рассчитать, готовы ли вы, допустим, там каждый день, я не знаю, возможно, кому-то нужно вычесывать шерсть, либо вы не хотите абсолютно этим заниматься, и тогда вам нужна собака будет другой породы с другим типом шерсти. Но обратная сторона, есть собаки, которые очень сильно линяют, есть собаки, которые абсолютно не линяют. И здесь тоже вы должны рассчитывать, готовы ли вы жить в доме, где постоянно везде лежит слой шерсти, либо супер регулярно делать уборку, чтобы этого не было. И также касается здесь слюней, допустим, у Арчика, и шерсть везде, и слюни везде, и мы уже просто с этим смирились. И вы должны для себя изначально понять, готовы ли вы будете к такому. Вокализация. Готовы ли вы к тому, что ваша собака будет проявлять свое состояние, свои эмоции лаем? Приятен ли вашему слуху конкретный тип лая? Вы можете послушать, допустим, если вам нравятся какие-то породы, как лает, допустим, самоед, как лают хаски, как лают шпицы, либо какие-то маленькие породы. Если вам не подходит этот вариант, вам стоит рассмотреть породы собак, которые не склонны к вокализации, к выражению своих эмоций лаем, например, бассанджи. Следующий момент, вы должны определиться с полом. Вы хотите кобеля или сучку, да, и здесь тоже взвесить все за и против. Здоровье. Что здесь важно знать? Что маленькие собаки живут намного дольше, чем крупные гигантские породы. Еще есть породы, которые склонны к определенным заболеваниям. Это тоже нужно учитывать и рассчитывать, опять же, как минимум свое финансовое состояние, сможете ли вы оплатить лечение своей собаки, если не дай бог что случится. Породы такие, например, как таксы, коржи из-за своей длинной спины, мопсы и так далее. Ну и такая завершающая часть это финансы. Это то, что нужно рассчитывать вообще даже не при выборе породы, хотя это тоже важно, потому что, допустим, прокормить собаку, которая весит 30 килограмм или 5 килограмм, это как бы будет в 6 раз дороже вам обходиться. Потом собаке, которой нужен регулярный груминг, он тоже стоит денег. Денег также стоят специалисты различные, кинологи, зоопсихологи, различные образовательные курсы, которые вам помогут воспитать свою собаку. Вкусняшки вот, например, покупаете вы бычий корень, вот рублей 300, наверное, стоит, я не знаю. Даете маленькой какой-нибудь собаке, которая может там неделю с ним с перерывами справляться, и вот дайте его арочку, и просто через 10 минут его не будет. Соответственно, мне нужно будет в разы больше этих вкусняшек и в разы больше денег тратить на эти вкусняшки. Поэтому, пожалуйста, тоже понимайте это, что все с большой собакой будет все дороже стоить. Всякие дополнительные занятия, agility, бассейны и так далее. И самая такая, наверное, большая часть это все-таки здоровье собаки, потому что нам нужно проводить регулярные чкапы, и если, не дай бог, что случается, это такая приличная сумма денежек выходит. Вот у нас, допустим, лечение арочка, его живота, наверное, в совокупности уже 1150, наверное, обошлось. Да, если, не дай бог, какие-то операции, вы тоже должны быть в состоянии покрытиться затраты. И финальное, с чем мы должны определиться, это мы берем щенка, либо уже взрослую собаку. Здесь тоже есть такой стереотип, что щенок это такой чистый лист, и что вы сможете слепить из него абсолютно все, что угодно, и все 100% зависит только от вашего воспитания. Я могу вас разочаровать? Нет. У щенка уже, даже когда вы его берете, на этапе двух-трех месяцев, у него уже есть огромный опыт вот этих вот двух месяцев. У него есть опыт общения с мамой, общения с людьми, с которыми он находился эти два месяца, опыт общения со своими сородичами, может быть, там были какие-то другие животные, опыт с пространством. И как минимум, а как на самом деле это очень важно, что у него есть опыт еще в животе у матери. И если мать находилась на этапе, когда она была беременна, или когда вскармивала щенков в жестком хроническом стрессе, или вообще у нее уровень стресса был повышен, это определенным образом 100% отобразится и на вашем щенке. А именно поэтому я и сниму следующие две части, как выбрать заводчика, чтобы таких ситуаций не было, и как выбрать конкретного щенка. Подписывайтесь и не пропускайте. И давайте в конце поразмышляем, вообще для чего нам нужна собака. Вот себе честно ответьте, попробуйте на этот вопрос. Если вы, допустим, состоите в отношениях с молодым человеком, или с девушкой наоборот, и вот вы решили взять собаку, это такой как новый этап в отношениях. У нас, допустим, с Егором это было именно так. И здесь важно вам понимать, если вы являетесь в большей части инициатором того, чтобы завести собаку, скорее всего вы смотрите это видео, вы должны понимать, сможете ли вы эту собаку потянуть и обеспечить самостоятельно, если вы разойдетесь с человеком. Это очень важно, такое сплошь и рядом, правда сотни тысяч таких историй, только среди моих подписчиков, кто брал собаку вместе с молодым человеком, потом люди расходились, и девушки думали, господи, а что мне делать с этой собакой. Следующий момент, возможно вы хотите заводить собаку детям, если ребенок у вас маленький или уже подрастающий, и очень сильно выпрасывает собаку. Мое мнение, если вы хотите завести собаку ребенку, представьте, что вы заводите себе второго, третьего или десятого ребенка. То есть строить себе иллюзию, что ребенок будет взрослым для собаки абсолютно не нужно, потому что это будет не так, и не может маленький ребенок, даже если он подросток, в полной мере заботиться о живом существе и обеспечивать его как минимум по всем фронтам, финансово опять же, прогулки и так далее. То есть пожалуйста рассматривайте так, что вы себе берете эту собаку. Не спорю, есть конечно супер ответственные подростки, у меня допустим на курсах тоже такие есть, там и 12-14 лет, но честно сказать их меньшинство. И на улице я ни разу не встречала ответственного ребенка, который бы гулял с собакой. Ну и здесь вы должны полностью рассмотреть всю свою жизнь и сможет ли в нее вписаться собака. Свой график, опять же будете ли вы куда-то путешествовать, как часто вы куда-то уезжаете и есть ли вам с кем оставлять собаку. И здесь в целом стоит рассмотреть всю свою жизнь на предмет того, сможет ли в нее как-то интегрировать собака. Какой у вас график, часто ли вы куда-то уезжаете, как часто вы путешествуете, есть ли вам у кого и где оставить собаку. Прям вот можете взять и расписать всю свою такую обычную жизнь и понять сможет ли в ней реально уместиться собака. И готовы ли вы в каких-то моментах, если где-то что-то не склеивается, подстраиваться под собаку и придумывать, находить какие-то варианты. И опять же важно понимать, что с появлением собаки в вашей жизни 100% меняется. Нет, мне кажется, ни одного человека, у которого бы появилась собака, и такая, все, ничего абсолютно не изменилось. Но как минимум это очень безответственный человек будет, если у его жизни ничего не поменяется. Кстати, вспомнила еще важный момент про аллергию. Очень часто история, что берут собаку, а потом оказывается, что на нее аллергия. И, пожалуйста, если у вас есть хотя бы какие-то подозрения, что такое может быть, обязательно походите там к друзьям, у кого есть собака, либо возьмите себе на передержку собаку какой-то, может, определенной породы, которая вам нравится. Кстати, это вообще классный способ понять, нужна ли вам собака на самом деле и готова ли к ней. Если у вас есть какие-то друзья, у которых есть собака, вы можете попросить у них взять себе собаку на несколько дней. Пусть они вам распишут все, что нужно с ней делать. Вы поживете вот в этом с максимальным погружением в собаку несколько дней. А лучше, чтобы это был щенок, если вы хотите щенка. И вы поймете, готовы ли вы к этому. У меня есть как минимум двое знакомых, которые так сделали, и которые поняли, что вот все, сейчас я еще не готов к собаке, поживу-ка я еще с этой мыслью. Пожалуй, это все, что я вам хотела сказать. Я надеюсь, вы поразмышляете над этими вопросами, над этими моментами. Потому что я завела собаку очень эмоционально в один день. Решили, и сразу вечером нам уже привезли Арчика. Первый год, наверное, вот так вот с ужасом просто на все это смотрела. Поделитесь по этому в комментариях, как вы завели себе собаку эмоционально, рационально, как принимали решение. Мне будет очень интересно. Пообщаемся. Все, пока-пока!